В Хунзавском районе прошли скачки, организованные в честь муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Там же прошла и закладка первого камня на месте строительства мемориального комплекса памяти имама Шамиля. Как отмечают историки, это место, где был проведен последний маджилис имама в 1859 году. Хамзат Нурмагомедов подробнее. Теперь это место увековечит архитектурным памятником. Перед началом спортивного фестиваля в селе Нигеничутль провели закладку первого камня. В ней приняли участие видные политические, религиозные и общественные деятели Дагестана. Если живы-здоровы будем, мы ее, я думаю, в течение, как погода хорошая пойдет, с марта месяца, с апреля мы начнем ее делать и в течение двух-трех месяцев завершим и все сделаем. Далее гости отправились на главную площадь местности Алла-Арт, где проходил турнир по конным скачкам. Я, как глава района и вообще, как житель этого района, являющийся с этого района, я очень рад, что эти скачки проходят у нас в районе, потому что это большой барракад для нашего района. Подобные мероприятия они приносят, сплачивая людей, объединяет людей, так как этот вид спорта является суммой пророка, салаллаху али и ва салям. Мы знаем, что сам посланник Аллаху али и ва салям организовал подобные скачки и сам награждал тех людей, тех победителей, которые получали первое место. Помимо спортивных состязаний, для гостей проходит выставка дагестанских народных промыслов. Ножи, ковры, посуда, национальные блюда – все это радует глаз посетителей. В этой палатке представлены гацатлинские народные промыслы. Гацатлинский народный промысел имеет давние корни и значительно отличается от Кубачинского. У них свой почерк, свое исполнение. Привезла свои болхарские керамические изделия. Мы сохранили свои традиционные изделия – конфетницы, питьеварки, кувшины водоносные, вазы для цветов. Самые ожидаемые события этого дня – конные забеги. К ним приковано особое внимание. Три главных заезда на три, пять и семь кругов. Участвуют скакуны не только из Дагестана. Ребята борются за главный приз в полмиллиона рублей. Пять конниц сражаются за главный приз – полмиллиона рублей. И прямо сейчас на наших глазах определится этот победитель. И так, и так, скачку выигрывает девятый номер. Им стал житель Чеченской республики Сургулай Срапилов. Ежедневные тренировки и упорный труд принесли желаемый результат. Девятый мая ошибка была. И сегодня отомстил. Всем победителям и призерам вручили памятные призы и денежные вознаграждения. Ахмад Афанд является образцом, примером для всего Дагестана. И не только Дагестана, для всех мусульман. И мы хотим всем показать, демонстрировать и призывать, что вот такое родное люди должны быть для нас авторитетами, и что мы должны за ними следовать. В рамках торжественной программы многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Амар Ханапиев в честь 58-летия муфти Дагестана в очередной раз продемонстрировал свои силовые способности и установил новый 58-й мировой рекорд. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще я одарен все вечным, во-первых. Потому что заниматься можно сколько угодно. Ну, я отдал эти работы 36 лет. Алхамдуллах. Ну, были большие люди тоже. Тегались туда, но заниматься надо отдельно. Мне помогала вера моя. Удмуртия, Калмыкия, Ставрополь. Принять участие в народном празднике приехали из разных уголков России. Эти горы, они просто вдохновляют. Мы ехали и просто наслаждались. И благодарили Аллаха, да, Шикур Аллаху, что именно с этим народом нас свел. Благодарен гостеприимному Дагестану. Эмоции переполняет просто мой маленький организм. Я счастлив оказаться здесь. Лошади – это наша история. Это, можно сказать, лошадь и ногаицы, они неразрывные. Вот, поэтому это когда сейчас бежали лошади, прям сердце поднималось, глотка вот здесь вот дышать не могла. В общем, потрясающе. Смотрели все и смотрели ремесла народов Дагестана. Очень рады, что это все сохранилось. Даже ткацкие станки старые вот красно сохранили. Очень рады. Ну, а завершились народные гуляния выступлением юных акробатов Хунзарского района. Яркими номерами художественных ансамблей Дагестана. Гамзат Нурмагемедов, Нурмагемед Магемедов телеканал, ННТ, Хунзарский район.